Ну вот сейчас температура в ванной комнате у меня 9 градусов. В комнатах чуть теплее, около 14. И это еще хорошо, говорит Екатерина, когда за окном под 30 мороза у них, как на улице, прохладной осенью. Дочь Ани в зимних штанах ходит и дома, и на прогулку. У соседей та же картина. Для тепла подушками и шубами заложена дверь балкона. Маленький сын постоянно болеет. Постоянно сопливит, только вылечишь его. Он опять засопливит, закашляет. Ну не помыть его, вот летом воды горячей не было. Ну это вообще мучение. Сейчас тепла нету. Это еще хуже, наверное. Уже несколько дней здесь введен режим чрезвычайной ситуации из-за неработающей толком котельной. Губернатор послал в командировку в холодную вихревку едва ли не половину своего правительства, чтобы согреть город. Чиновники каждый день совещаются и пишут отчеты. Муниципалитет оказался не готов к отопительному сезону и не провел должным образом работы рекламентные на живом фоне. Эту работу мы сейчас тоже взяли на контроль и занимаемся ее исполнением фактически в режиме ЧС. Но теплее от этого жителям города не стало. За те дни, что о них заботятся власти всех уровней, из трех работающих местных котельных котлов остался только один. Еще отключили горячую воду, говорят, таков план ремонта. А сегодня начали эвакуацию пациента крот дома в соседний город. В операционных слишком холодно. Дома-то уже не то что физически, даже уже морально тяжело все вот это вот. Потому что приходишь домой, не погреться. Мы вот буквально два дня назад пришли, три домой. У нас холодной воды нету, потому что трубы и времянки брошены все поверху. Вода холодная перемерла. Мы почти сутки без холодной воды сидели. Мерзнуть жители Вихаревки начали, как закончилось лето. Отопление в батарее пустили, но толком они не нагрелись. Все потому, говорят местные, что власти не ремонтировали старые сети. Хотя им выделили на ремонт котельной 18 миллионов рублей. Они вот голые, они незащищенные от холода. Они пока дойдут, вот, все. Все, и какое может быть тепло в домах быть, если они вот на улице все идет. Мы отапливаем улицу. Они жаловались и в прокуратуру, и региональным властям всю осень, но их игнорировали. Ожас какой. Никому в дело, не только деньги лупить. Сейчас против мэра есть административное дело за то, что он довел город до такого. В его кабинете прошли обыски, следователи ведут проверку. По ее результатам могут возбудить и уголовное дело. Сейчас власти пытаются вернуть Вихаровку тепло, что у них как-то плохо получается. А времени на работы мало. В городе минус 8. Но через пару дней синоптики обещают резкое похолодание. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...